Ситуация вокруг Карабахского конфликта, несмотря на то, что прошел год с момента завершения конфликта, никак не может стабилизироваться. Недавно выстрелом армянского снайпера был убит азербайджанский военный. Ночью того же дня в результате неопределенных обстоятельств шестеро армян были ранены. О том, что происходит в зоне временного пребывания миротворческих сил России и куда они смотрят, рассказал в интервью Зеркалаас российский политолог Олег Кузнецов. В Карабахе вновь обострение, вновь стрельба и вновь погибшие. Власти в Баку официально заявляют, что довольны работой миротворческих сил России. Однако налицо факт, что ситуация не из лучших. Как будет развиваться эта ситуация дальше? Я думаю, что инцидент с обстрелом колонны азербайджанской техники в Карабахе, в результате которого погиб от снайперского огня один военнослужащий вооруженных сил Азербайджана, станет предметом пристального и детального разбирательства по линии российско-турецкого совместного мониторингового центра по контролю за прекращением огня в Карабахе, так как этот случай всецело находится в его компетенции. Международное расследование этого инцидента, который вполне можно назвать провокацией, я в этом уверен, исключит возможность спуска на тормозах результатов оперативных разыскных действий, которые будут, я надеюсь, результативны и успешны. Сотрудники военной контрразведки и военной юстиции, которые будут их осуществлять, и это я знаю по собственному опыту, обладают достаточным объемом профессиональных знаний и техникой. Надо понимать, что снайперская винтовка – это штучный, а не массовый товар как автомат Калашникова. Ее реальное боевое применение возможно только специально подготовленным и тренированным человеком, который редко когда действует в одиночку. Обычно в паре с наводчиком и даже во взаимодействии с группой прикрытия в составе сапера, пулеметчика и автоматчика. Выход на позицию он осуществил явно заранее, зная информацию о времени движения колонны и ее силах. Следовательно, нужно искать, откуда произошла утечка, по каким каналам осуществили ее передачу стрелку. Словом, ниточек, за которые можно подергать, много, и профессионалы, в подготовке которых некоторое время назад я сам участвовал, умеют это делать. Хуже, если действовал стрелок-одиночка, это специалист высокого уровня подготовки с опытом службы в спецподразделениях армии или спецслужб. С его розыском и поимкой могут возникнуть серьезные проблемы. Единственное, что я могу сказать сейчас совершенно определенно, этот инцидент – существенная пощечина профессионализму российских миротворцев. Не надо забывать, что 15-я Александрийская миротворческая бригада Центрального военного округа ВС России с базой в городе Ульяновске – это специализированное войсковое соединение. Ориентированное нанесение службы на территориях в условиях или сразу после завершения военных конфликтов, когда у местного населения на руках имеется немало стрелкового оружия. То есть офицеры, прапорщики и контрактники этой бригады изначально в профессиональном плане затачиваются на выполнение особых задач, к числу которых относятся и предотвращение обстрелов сопровождаемых ими колонн. Для этого используются самые различные тактические приемы – от инженерной разведки пути следования до флангового прикрытия параллельным движением, что изначально должно было бы исключить, если было бы сделано заранее, возможность такого обстрела. Я понимаю, что на практике командование пренебрегает этими элементарными мерами безопасности, чтобы сэкономить время и не расходовать ресурсы, но иногда такая надежда на авось и желание сэкономить время оборачивается потерями личного состава. Виновниками случившегося являются очень многие, а не один снайпер, и разбирательство по факту этого инцидента должно их установить. Как говорил еще полтора века назад генерал-фейдмаршал Драгомиров, если устав караульной службы исполняется неукоснительно, то о диверсантах не может быть и речи. Если несмотря на присутствие миротворческих сил России, многие из пунктов трехстороннего заявления не будут выполнены, что дальше? Я бы сейчас не стал заглядывать на столь долгую перспективу, трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, нет еще и года, а оно рассчитано, как всем хорошо известно, на 5 лет, так что времени еще предостаточно. И лично я не рискую прогнозировать на столь долгую перспективу в этом частном вопросе. Хотя тенденцию определить уже можно, после инцидента с гибелью от снайперского выстрела азербайджанского военнослужащего в Карабахе. Расквартированные там российские миротворцы будут поставлены под более жесткий оперативно-технический контроль со стороны совместного мониторингового центра и со стороны Азербайджана, что, несомненно, увеличит количество претензий к качеству их служебно-боевой деятельности. В ответ командование бригады будет повышать требовательность к своим подчиненным, что даст свои позитивные результаты. Также я почти уверен в том, что будут проведены оперативные мероприятия по изъятию остатков стрелкового оружия у местного армянского населения Карабаха, что станет для него еще одним морально-психологическим ударом. Этого не может не произойти, так как после инцидента российским миротворцам придется доказывать эффективность своей службы конкретными фактами, а ничего так не успокаивает общественное мнение и интерес прессы, как гора конфискованного вооружения, которая будет передана миротворцами азербайджанской стороне. В условиях перемирия кровь и жизнь солдата стоит много дороже, чем в условиях войны, чего, к сожалению, не понимают организаторы и исполнители этой вооруженной провокации, которая может стать поводом для ответной реакции. Как со стороны командования российского миротворческого контингента, так и со стороны властей Азербайджана? Как бы вы оценили российско-турецкое сотрудничество в регионе Южного Кавказа? Я не могу оценивать его иначе, чем это делают президенты Путин, Эрдоган и Алиев, а вслед за ними, высокопоставленные чиновники наших стран. Например, лично я не слышал ни одной претензии к деятельности российско-турецкого совместного мониторингового центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. Только одни похвалы. Вчера и позавчера я принимал участие в международной конференции, организованной Эгейским университетом в Турции, где выступал с докладом по этой теме, говоря о необходимости пропорционального вклада в послевоенное урегулирование вокруг Карабаха. Когда каждая из стран получает те преференции в регионе, в которые она инвестирует. Такой подход очень понравился моим турецким коллегам, и мы решили продолжить диалог на эту тему и дальше. К тому же не следует забывать, что Кремль совсем недавно, во время визита министра иностранных дел Ирана в Москву, очень жестко и недвусмысленно дал понять, что ситуация по Нагорно-Карабахскому урегулированию решается в формате 2 плюс 2, то есть с участием Азербайджана и Армении, как сторон конфликта, и России и Турции, как посредников и гарантов безопасности, кто-то пятый в этой конструкции, лишний, как пятое колесо в телеге. Похоже, что эту реальность приняли к сведению все остальные мировые столицы, предоставив Москве и Анкаре моделировать процесс урегулирования. Словом, это та новая реальность, в которой мы все теперь живем. Субтитры создавал DimaTorzok